Я как будто вижу себя на экране вот сейчас, вот это все, вот это картинка. Миша, ты нас не знаешь, но мы тебя знаем уже очень давно. Что я хочу сказать, вот Саша в одном из видео прекрасно сказал, вот ты ощущаешь себя как в большой семье. Это настолько четко сказано, вот он впервые здесь и четко это почувствовал. И сказал, вот как все большая семья. Владел, Саша. Удивительно. Был во Владивостоке? Три раза. Ух ты! В 90-е еще. В 90-е. На маяке я жил так. Как говорится, что делить хорошим людям вообще? Здравствуйте, друзья. Намасте. Это канал Индия Мэджик Ти Ви. Напомню, что у нас есть открытая группа в Фейсбук. Вступайте в нее по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик оповещений. Я сегодня зашел в аналитику своего канала и увидел, что колокольчик оповещений включен у 20% подписчиков. Поэтому многие из вас не получают оповещения, когда выходит новый ролик. По новым правилам Ютуба просто подписаться мало. Нужно еще включить этот самый колокольчик. Только тогда вы будете получать сообщения о выходе нового видео. Мы пока еще в Ауравиле и сегодня у нас встреча с Алексеем и Аллой, нашими подписчиками из Канады. Мы же в Канаде. Мы ваши соседи. Потому что мы на том конце Канады, где если еще немножко поплыть, прям в углу в дистоке... Чуть-чуть, совсем приплыть. Совсем рядом. Британская Колумбия, самый край остров Ванкурия. У нас же, походу, там время одно и то же, часовой поезд, да? Да, почти. Почти. Плюс 10 у нас в Владивосток. Хорошо, по-буду, нам моторная вода. Да. Но пойдемте к нам в гости. Пойдемте нам пешком пойдем потихоньку. А это знаменитый велосипед. Да. Класс. Это вот на нем, вот на этом я ездил сначала, потом Ульяне его взяли. А это пришел мне с Дели, вот. Это 36 тысяч рупий вот стоит, нормально, хороший. Мы в Решикеши рискнули. Первый раз чуть ли не за 20 лет взяли. Я сел на мопед, ну это скутер, конечно, там не надо переключать. И сразу в такой экстрим, вот по этой дороге горной, которая идет вдоль Ганги. Куда за... Как Ашрам, я сказал? Фулл? Фуллчати, Ашрам. И дальше еще. Сюда дальше. И, короче, накатались 70 километров по этим дорогам. Она еще ремонтируется, там склон такой, камни сыпятся прямо в реку. Я ощущаю себе... Цены какие-то сновидей. Вместе в этих видео, представляешь? Я как будто вижу себя на экране вот сейчас, как это все. Вот эту картинку. Не себя, а вот эту картинку. Здорово. Ну, хорошо, куда мы. Здесь сейчас хорошо, кстати, вот стала погода. Дождь не прошел, прошел. Дождь был вообще, вот прям днем и ночью дождь, дождь, дождь. Было очень влажно, ничего не сохло. Ну, дома нету комаров. Они вечером в определенное время прилетают, как бы потом, ну, где-то после заката вот так, или во время заката. Их много, а потом раз и нету. Например, вчера мы сидели весь вечер там на веранде. Миша приезжал, а мы сидели. А Миша отсюда далеко? Миша в аспирейшене, можно ему позвонить. Перед Индией мы обычно готовимся три месяца, да. Мы предпочитаем букать все. У нас есть возможность из Канады проплатить все билеты. Проходит платеж, потом все. У нас тоже. И на поезде я беру билет здесь. Да. Вот. И мне вот это три месяца. И, значит, как только я уже не букую, не смотрю гостиницу, мы сразу смотрим Олега. Возвращаемся старые видео, которые вот про Пандичери, вот эти, типа, там все смотрим, там должны быть. Там, куда едем, то и смотрим, сейчас. Пересматриваем. Ну, вот этот момент такой, что Олега осмотрит. Да, вот передается что-то через вот такие private, вот индивидуальные ролики, видео, передается как бы человека. Как-то душа немножко проявляется тоже. Поэтому я могу четко сказать, что связь явно, налицо. Спасибо. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Мои дети. Да, ну, спасибо на самом деле. Я тоже имею свой канал, но я, на самом деле, у меня другая тематика. И я даже не знаю, когда можно назвать блогерство. Я просто выставляю иногда какие-то мысли. Да, мысли по поводу. Но это чисто мысли по поводу. На самом деле, Алла прочла много первоисточников из индийских эпосов. Вот. И в результате комплекса вот таких вот изучений и медитаций, у нее мысли, на самом деле, очень интересные. Она немножко скромно говорит. И это действительно настоящий блогерский, я бы сказал, канал. Но не совсем про путешествия, хотя и тоже, но и про опыт духовного изучения, что возникает в процессе, с одной стороны, изучения материала, с другой стороны, в процессе медитации. Потому что я, например, точно считаю, что медитация – это один из способов познания этого мира, может, чего-то еще. Но это точно способ познания. Ссылочку оставите, и я напишу ссылочку под видео. Я тоже хотела бы. Сейчас трудно на Ютубе. Там очень много хлама всякого, который смотрит молодежь, вот школьники в основном, аудитория Ютуба основная. И через это все пробиться чему-то очень трудно. Чем больше канал, тем Ютуб его больше продвигает. Да, и спробуй. Начинающим очень трудно. Даже три года назад было легче, чем сейчас. Все больше и больше всего. Какие-то правила появляются, да, новые. Миша, ты нас не знаешь, но мы тебя знаем уже очень давно. Очень тронно. Может, мы встретили. Здравствуйте, ребят. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Алла. Очень приятно познакомиться. Алексей. Очень приятно. Это же странно, когда я думаю, что мы там уже друзья познакомились. Ну, потому что мы-то нас не знают, а мы нас хорошо знаем. Мы каждый вечер говорим, ну что, идем Олега смотреть. Потому что у нас только когда-то... Ну, да, да. Новый выпуск вышел Олега, пошли смотреть. Но с Мишей они были гораздо интереснее. Олег, ничего не выслал, что-то в КП, что-то не так. Да, я что-то не выкладывал. Сегодня выложил, вон надо обработать еще. Мне было... Это занимает очень много времени. Мне было трудно. Да, я считываю интернет. Давно приехал. Мы в Чинай прилетели 23-го... В ночь на 23-е на 24-е. И оттуда мы движемся сюда. Ага. На долго? На месяц. В Арове, именно в Арове на месяц? Нет, если бы. У нас нет возможности. И мы хотим сначала посмотреть многое, чтобы потом, в будущем, когда будет время, уже выбирать места и смотреть. Мы очень быстро едем с Чинайо-Пуддичерри, Теру-Уванамалай. Потом этот город, я никак не могу ее вспомнить. Это столица Киралы. А Тривандрум? Да, Тривандрум. Но там длиннее какое-то название. А сейчас я вспомню. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вообще, я заметил, в Тамил-Наду все названия очень длинные. Да. И все-таки... И линина длинные какие-то. Ту-ту-ту-ту-ту. Да. Килл-пол-я-ям. Болл-пол-я-ям. Кула-пол-я-ям. Потому что... Нереально запомни, да. Да, и оттуда мы, значит, там три дня, потом с самолетом в Мумбай. В Мумбай только для того, чтобы посетить храм на острове... Нет, 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 в Мумбай. На Элефанта? На Элефанта Кейвс. В общем, там обалденное место. Только это. Потому что сам Мумбай, это, наверное, Элора, это просто что-то невообразимое. Если посмотреть внимательно, это вырубленный сверху вниз в скале полноценный храм, сверху вниз. И это невообразимо. Я даже не могу представить, что я увижу там, как я почувствую это. А это где-то рядом с Бангкерс? Это далеко. А, там, в центре ближе. Это от Мумбай лететь, наверное, начать. Это от Мумбай лететь, наверное, начать. От Мумбай 250 километров. Кстати, это уже почти довольно близко к Аджураху. Если планировать трип... Три с половиной ехать на автобусе. Это вам рассказали. Мы, конечно, три принесли, потому что думали, еще Саша будет. Но Саша... Подарки. Люблю принимать подарки. Давай. Да, ну вот. Да, ну вот. Я его, что-то... Амбоксинг. Эй. Та-да-да-да. Та-дэ. Та-дэ. Опс. О-о-о. Футболка. Какие цвета выглядят. Канада. Вау. Канада. Супер. Вот я прям вот такими руками вот после... Да ничего. Красная. 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 Я помню, у Олега была кепка из Канады красная. Да, да. Да, кепка есть из Канады. Кепки у нас. Может, она чуть лягкая. У нас две кепки. Саша, это для тебя. Саша, это мог бы быть ты. Ну, так как ты уехал. Виктория. Супер. А, она с надписью сзади, да. Единственная, мне кажется. А там нет? Покажись. Нет. Это здорово. А, ну да, здесь немножко листик другого. Серый, это мой зверь. Серый твой? Да. Да вы играете там между собой, это уже, кажется. Не знали, что вы висите. Я говорю, ну кепка. Ну, это удивительно. В прошлом году, в прошлом году с Канады приезжала вот великолепная тоже женщина Жанна. И так неожиданно получилось. Олег, ты где был тогда? Я уехал уже. Да, он только уехал, а я здесь что-то был и так тоже, репетиции туда-сюда. И тут звонит она наконец-то. Вот, мы там приехали, мы так долго вас там искали по Индии где-то. Где вы с Олегом? Я говорю, вообще-то Олег уехал, я тут один. Она говорит, ой, да у нас тут для вас подарки. А мы сегодня уезжаем, как бы с вами встретиться. Она как раз жила вот в этом в Аспирейшне, где я живу. Я говорю, ну конечно, давайте. Вот как-то так пересеклись, она быстро перед этим, можно сказать, перед такси со мной там. И кепки нам такие, такие прям вот. Вот они мои. Я все Мишу доставал, вези мою канадскую кепку. Ну да. И забыл мою канадскую кепку. Мы в прошлом году так же разменулись, потому что мы когда приехали, по-моему, мы только вышли там в Дель-Ин и на север, а вы уже начали спускаться вниз. Как-то так мы разменулись, то есть не получилось. А вы каждый год ездите? Ну вот это второй. Уже будем. Но мы заболели Индией, поэтому уже очевидно. В прошлом году была первая поездка. В Делье мы жили на... Как-то... Ой. Не по Харганш, а... Карлбак. Карлбак. Это в Карлбаке с твоей легкой подачей. Ну там поспокойнее, да? Да, поспокойнее. И рынок такой более интеллигентный. Там вещи хорошие продают. Ну мы на моем базар тоже заглянули. Там рядом, там километра два. Когда мы первый раз вечером возвращались в гостиницу по этой главной улице вечером, там просто нельзя пройти, не ступить нельзя. Там все вечером выходят. Конечно, немножко мы испытали этот... Вот как тут оказывается. А потом стало очень хорошо. Надо увидеть это. Что я хочу сказать. Вот Саша в одном из видео прекрасно сказал. Вот ты ощущаешь себя как в большой семье. Это настолько четко сказано. Вот он впервые здесь и четко это почувствовал. И сказал. Вот как все большая семья. Молодец, Саша. Ну да. А вот этот кофе целую огромную сумку прислала Оля с Кореи. Вот огромный такой ящик с кофе она прислала корейским. Оля вообще... Оля вообще, да, молодец тоже. Она меня водила по Корее. Я три дня там жил. В Сеуле. Я бы сам ничего не посмотрел там. Ничего бы не увидел. Сходил бы на Тандемун, поел бы какой-нибудь еды и все. А так она меня вот познакомила с Кореей. Я жалею, что я только на три дня приехал. Замечательная страна. Натуральное желание с кем-то поделиться. Моими мыслями. Иногда это меня очень сильно губило. Потому что иногда мысли так заворачиваются, что трудно из нее выбраться. Но это действительно мне понравилось как испытание. Надо было записывать. И все вот это так вот закручивается. И самое интересное, что этот опыт тебе очень помогает потом. Потому что тебе легче осмысливать что-то в голове перед тем, как ты что-то скажешь. И вот у нас был этот потрясающий поход. Вот мы на джипах поднялись куда возможно. И потом прошли по самой вершине горы, откуда открывался вид. С одной стороны на Решикеш. А с другой стороны в расщелине холмов мы видели настоящий снег Гималая. И когда мы пришли уже к этому месту, где потрясающая пещера, и там как бы маленькая комьюнити такое, и мы увидели Гуруджи, мы с ним поговорили, мы посмотрели, как там все. И мы увидели еще одну женщину. Она из Германии, немка. Как нам рассказали, она приехала туда, посетила, и осталась на 10 лет в пещере. Рядом пещера, где она как бы медитировала. И вот это... Что-то с ней там случилось? Я не знаю. Мы ничего не знаем. Я просто ее увидел, эту женщину, и она светится. У нее, конечно... Она просто светилась. Улыбка такая. То есть, наверное, что-то там... Ну, не знаю, ничего, но то, что я вижу сейчас, она просто светилась. Да, было интересно. Но она как бы не особо с нами ходила. Но она ни с кем. Она вышла там и пошла куда-то, понимаете? То есть она настолько уже в своем... Ну, конечно, у нее свои там... Да, но вот этот момент, когда человек просто приезжает там... Ну, вот я тут зайду, посмотрю, и друг остается на 10 лет, да, вот... Ее... Мы потом... Нам рассказали, что у нее... Она забыла про Гизу, что ее нужно там обновить и там выехать. В общем, я не знаю, куда-то она спустилась на Кумбомело. Да, ее не пустили. Ее выдворяли из страны. Не пустили. Без слова приезда. Вот это да. Да, то есть я не повезла. Она совершенно... Вот она как бы не сросла, да? То есть она забылась там, вот в этом вот своем. Но духовный аспект мы как-то подзабыли. То есть я не говорю о религии совершенно. Я хотела бы уточнить тут. Религия — это что-то иное. Это как бы инструмент для определенных своих каких-то целей, как я считаю. А вот эта духовность один на один, да? Вот это именно то, что нам не хватает. Поэтому они не разрешают религию в ауровиль. Так интересно, да, что только с утра с тобой говорили именно о религии и о том, что это инструмент. Для манипуляции. Да, для манипуляции. Управление массами, да? И история как бы не скроешь, потому что были массовые принудительные, крестительные мероприятия, да? Если есть такое слово. И, в общем-то, последствия были совершенно кровавыми. И тем не менее. Здесь не вегетарианское место ни разу вообще. Да, серьезно? Здесь какая-то есть говядина даже на минуточку. Не может быть. Нет, не может быть. У тибетцев. У тибетцев. Говяжа с говяжиной. Тибетцы, да. Тибетцы. Ну, у них там сложный климат, да. То есть, это не факт, что это говядина? Ну, здесь у них не сложный климат. А говядину едят. Традиция. Ну, где-то корова. Корова умерла, где-то машина и сбили. На переработку. На переработку. Не, ну, это для меня новость. Я думал, тут выйдет нигде. Нет, здесь основная еда вот этих томильцев. Вот если посмотреть по дороге, вдоль которой, вот эта дорога, которая идет вдоль моря, там вот эти кафешки придорожные. Основная еда там куриное бряне. Вот это вот такая гора риса. Там два яйца и огромная половина курицы. Вот это вот. Все стоит 80 рублей, пожалуйста. Это вот они очень любят. Да, здесь они это делают. Так что и в Ауравиле, там в центральной столовой, пожалуйста, там куриное блюдо. Да, мы видели вчера. Было, да? Это какая-то вот, я не знаю, может быть предрасположенность, потому что очень многим людям, я знаю, в моем окружении, ну, они просто не могут. Им нужно съесть мясо. Вот. У меня получилось так, что я как бы вот решил, и не то, что... Я слышу запах, например, я слышу, что это мясо. Мы, когда приглашаем наших друзей домой, мы готовим мясо. Да. Ну, сейчас уже не будет. Но мне совершенно не хочется попробовать. Я слышу запах, знаю, о, вот эта курица, вот эта, я помню, естественно, но вот так, чтобы я хотел, совершенно нет. Сынки не текут. Или, например, я чувствовал, что, ну, я не в этом. То есть, для меня просто это было попроще. Наверное, это зависит от организма или от какого-то другого состояния. А какая группа COVID, Леша? Вторая. У меня тоже вторая. Нам легче это дается. Тяжело в первой группе, вообще капец, они не могут отказаться. У них, ага, их колбасит. А вот нам, вот в этом плане, проще. У меня тоже так. У меня немножко сложность была. Морепродукты. Чего мы из Владивостока? Мы там выросли. Все у нас. Мы всю жизнь. Я помню запах этой корюшки. Я впервые там его услышал. Огурцами пасли. Да, я покажу, идем в ведро, на маяке выжигло ветры, у него ведро стук. Вот это да! Мне рассказывали, а я это услышал, этот запах. Удивительно. Был во Владивостоке? Три раза. Ух ты! В 90-е еще. В 90-е. На маяке я жил там. Там классный райончик. Особенно тогда был классный райончик. Сейчас там уже застроили чем-то. Да, там уже кафешки. А тогда я любил гулять в те времена. Я любил там гулять. Я с удивлением увидел этот мост через бухту. Красивый, кстати, мост. Я даже не знал. В 2012-м построили. Я поражен, потому что я был в том время, я не знаю, помните, когда на острове Русском открыли вот это ужасное положение солдат. А, да-да-да. Черепков у нас был. Когда у них чуть ли не нашли, у четверых нашли дистрофию. Дистрофия, да. конечно, там все в оборот возьмут, будет этот, Гонконг-штороги. Университеты же туда все переехали, там огромный сейчас студенческий город. Прямо кампус, кампус. Да, это будет что-то такое. У Олега есть видео, мы там даже снимали. Я видел, я видел, да. Вот это вот русский у вас. Дрон сломался. С дронами не везу, это вообще. Безу. Съездите в Пушкар, очень хорошее место. Мы не попали в Раджастаре. Пушкар, а Пушкар, он ближе к, тут, да? Это Раджастан. Нет, нет, нет. Это Раджастан, обязательно. Обязательно. Вот как Ришикеш, вибрации такие же. Прекрасно. Вокруг этого освещенного. Мы когда собираемся в заброшенный город? В Хампи. А, это Хампи. А, Хампи, да. Хампи это еще. Нет, ну все говорят одно и то же, просто надо смотреть, есть ли в этой школе какая-то практика, практикуя которую, ты сможешь расширить свое сознание. Ты сможешь сам выйти на этот уровень осознания и осознать, как бы, другие миры. Все. Для меня вот это. А говорят, говорит, что можно что угодно. Она контактирует с ним, но ты же не контактируешь, правильно? Ты дайте мне практику, чтобы я тоже смог контактировать так же, как она. А, главное, это не слова, а главное, это практика, действие. Слова сейчас все говорят. Можно интернет открыть и читать. То же самое. На самом деле, на самом деле, нам не о чем беспокоиться. Мы уже, связь у нас есть, у нас, мы все под... Мы уже в Индии. У нас, на самом деле, мы просто, ну как, забыли все. У нас затмился, разум, а так у нас ничего больше не изменится. Вот то, что у нас есть в нашей жизни, вот это у нас есть. И те качества, которыми Господь нас наделил, силой, и вот это вот, мы должны ему быть благодарны, и развивать их, если есть что развивать. И вот это вот, благодаря вот этим отличным качествам мы можем как бы прогрессировать, или там что-то. Только так. Никто нам не осенит ничего, никакой свет не снизойдет, никакой дядя нам не скажет, как жить. Потому что это только наша жизнь, и все. Зацепить. Ну, правильно вы сказали, может столкнуть, да. Но если человек сам к этому либо не готов, либо он не прикладывает усилий, чтобы задержаться там, он ничего не будет. Но это будет твое ощущение. Но все равно, это к чему эта вся тирада, это к тому, что вот эти вибрации даются только путем очищения мысли и очищения вот этих вот ненужных желаний, ненужных каких-то вот привязанностей к материальному какому-то. То есть, вот у меня есть это вот прекрасно, вот сейчас вот, вот сейчас все прекрасно, да, все хорошо. То есть, мы никто не вибрирует на низких частотах. И вот этот вот какое-то воодушевление даже присутствует, да, вот мы обмениваемся опытом. Мы так хорошо как-то, мы даже не знаем, по сути, это было. Ну, ты кончаешься. А как будто дома, вот сидишь и дома. А что нам делить? Как говорится, что делить хорошим людям вообще? Это нормальное общение, как бы позитивное и желать добра. Это же естественно для людей, как мне кажется. Почему мы должны сидеть? И ненавидеть кого-то. За что? Зачем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин